приветствую всех на канале моя супруга захотела натяжные потолки поставить вот и возникла проблема с освещением значит сходил я на рынок и купила такую такие лампы gx53 это вот как бы такая такие вот типа спотов которые устанавливаются потолки недорого но эффективно главная эффективность заключается в том что легко меняется лампой когда они перегорает цена этого вопроса то есть сам держатель холдер и сама лампа 18 ватт написано все это вместе стоит 1 доллар вот соответственно сколько нужно площадь высчитываем вот и соответственно уже покупаем с расчетом 2 квадратных метра одна такая лампа вот так что давайте открывать и посмотрим что внутри у нас вот что мы там внутри имеем значит но это спот сам как бы который устанавливается в потолок здесь соответственно отверстие есть подвесной потолок специально там термо кольцо вот термо барьер устанавливается чтобы не нагревался наш подвесной потолок в принципе мы так и планируем снимается это легко и устанавливается легко то есть его так отжимаем вставляем и потом отпускаем уже на месте стоит но предварительно надо соединить провода которые здесь имеется вот но и все а крепление это же x53 это самый такой распространенный для вот таких светильников вот и лампа же x53 вот такая вот подходящих к нему здесь вот напряжение уже 20 ватт максимально это 18 ватт 220 вольт вот так ну и устанавливается он тоже легко то есть вставили повернули все снимаем тоже легко вот все отлично очень практично но и неплохо смотрится кстати вот скрывается лампа легко то есть тут у нас защелки с двух сторон и они вот в пазы и соответствующий попадает и так он крепится это пластик а это уже металл немного тепла отвода вот очень даже пригодится потому что будет лампа нагреваться все-таки мощность немалая всего у нас я вижу 77 14 16 вот каждый светодиод это где-то 1 ватт номинальной мощности здесь у нас чип вот это индуктивность к тему относятся электролитический конденсатор имеет емкость 47 микрофарад но кто боится мигание может увеличить емкость но при этом срок службы лампы резко уменьшается потому что все-таки одно дело когда мигает это меньше он перегружается светодиоды а когда меч они постоянно постоянном режиме находится то употребление значительно увеличивается так все готово для испытаний это стенд самодельный вот ну колхозный вариант а но он рабочий то есть я много чего и там бы протестировал испытал на этом стенде уже несколько лет надо бы сделать нормально по-человечески то есть корпус там и всякие такие дела функции добавить может даже ослограф небольшой поставить но все можно вот на тем не более тем не менее будем пользоваться именно тем что есть так лампа уже подключена вот но я что сделаю я его вот так сделаю чтобы не засветить нам показания так я выключу свет выключил и теперь мы включаем вот включать так заработала 12,4 12 3 мы видим просадку напряжение 211 212 вольт но у нас так скажем не город вот пригород так что многие зимой отапливается электричеством включает поэтому напряжение тут проседает здорово вот так я думаю если бы было бы нормальный 220 230 вольт то мощности было бы больше где-то 14 ватт но 4 ватт 5 ватт китайцам не скушать это уже не китайцы будут какие-нибудь вот им обязательно надо откусить как бы от мощности но 12 ватт за скажем за ты за пол доллара лампочка и спорт стоит еще пол доллара то есть за доллар это даже очень здорово вот отлично очень доволен будем устанавливать всем спасибо за внимание подписываемся на канал будет ничего интересного и полезного пока